Сегодня я расскажу вам, как осуществляется забор кала для микробиологического исследования. Первое, что вам необходимо сделать, это заполнить анкету в офлайн или в онлайн формате. В комплекте для исследования вы получите пробирку и ватный зонд, которые необходимы для проведения исследования. Есть несколько видов пробирок, которые вы можете получить в комплекте для исследования. Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции по сбору кала, которую мы вам отправим. Заранее соберите образец кала в подкладную емкость. Допускается сбор кала с подгузника. Возьмите пробирку с транспортной средой, подпишите фамилию и инициалы. Извлеките ватную палочку из стерильной упаковки. Опустите ватную палочку в образец кала и соберите его объемом не менее вишневой косточки. Поместите ватную палочку в пробирку с транспортной средой ватным концом вниз и плотно закройте пробирку. Сложите в коробочку или конверт подписанную пробирку и отправьте образец на исследование в лабораторию. Успехов вам! Продолжение следует...